МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях пианист Андрей Синецкий. Здравствуй! Здравствуйте! Поздравляю тебя со значимым событием в твоей жизни. Готовится к выпуску первый сольный альбом, правильно? Да, именно так. Отлично. Расскажи, какие композиции в него войдут, как ты там себя проявишь? Новый альбом будет писаться в нашей столице, в Москве. Будет 8 композиций, 4 из них будут времена года, то есть весна, лето, осень, зима. А 4 немножко другие будут. Надеюсь, публике понравится. Название альбома «Нео Классика». Как это характеризует те песни, которые войдут? Ну, «Нео Классика» — это скорее общий жанр, то, где мы сейчас существуем, потому что сейчас новое веяние в композиторской традиции «Нео Классика». Вот это пока рабочее название, не знаю, может, я его оставлю, может, поменяю. Но пока «Нео Классика». Это какой жанр? То есть это переработка классических произведений или твои авторские сочинения? Это, естественно, целиком и полностью авторская музыка моя собственная. Но «Нео Классика», потому что в ней есть и классические мотивы, которые, может быть, сродни с Рахманиновым, с Шостаковичем, с Чайковским. А «Нео» — это новое, то есть новое течение, новое веяние. А кто тебя вдохновлял? Может быть, какие-то произведения легли в основу твоих ассоциаций? Конкретных произведений нет, скорее вдохновляла просто общая музыкальная канва, в которой я существую. Потому что я много слушаю музыки, много где играл, много с кем сотрудничал. И как-то всё это вылилось потихоньку в своё творчество, и сейчас уже это пытаюсь записать. Как у тебя рождаются песни? Есть ли какое-то особое состояние души, или это для тебя такая же работа, как обычная? Это работа, так как вдохновение, к сожалению, приходит нечасто, поэтому приходит себя, и надо просто заставлять. Иногда музыка приходит, даже банальный пример, стоял в очереди в магазине, приходит музыка, и надо срочно ехать домой записать. Поэтому я всё время с диктофоном, нотная тетрадь у меня дома, вся исписана. Потому что нужно очень много черновиков, очень много подгонять различных музыкальных отрывков, чтобы они потом в произведении цельные вырастали. Здорово. Как ты видишь, слышишь музыку? Как она к тебе приходит? Ты в образах или в чём? Она приходит в различных фразах музыкальных, уже готовых. И я их сразу перекладываю на рояль. Что такое музыкальная фраза? Музыкальная фраза – это из нескольких тактов мелодия, скажем так, которой нужно сразу придумать сопровождение в левой руке, и она уже становится либо основой композиции, либо, так как уже я сочинил довольно много композиций, я, например, про себя думаю, так, это пойдёт в середине, либо вообще это будет кульминация. То есть различные куски, которые потом обрастают в цельность. Какое любимое твоё произведение из того сборника, который готовится к выходу? Так, любимое? Ну, пускай будет «Примавэра», хотя почти все мне нравятся. То есть не все ещё закончены, да, процесс идёт? Нет, все уже закончены, 100%. Даже раскрою небольшую тайну, уже на третий альбом есть музыки, но это пока всё в планах, потому что, скорее всего, следующий альбом будет уже с оркестром, с камерным, а может быть и с симфоническим, потому что уже есть разговоры. Но это пока планы на следующий год, вот. А эти все произведения уже доработаны, и их осталось только записать, поэтому какую-то одну любимую я, наверное, не выделю всё-таки. Ну, над какой тебе больше всего понравилось работать? Может быть, запомнилась какая-то история с ней связана? Мне очень понравилось работать над пьесой, которая называется «Зима» или «Инверно», она будет названа по-итальянски на этом альбоме, потому что очень долго на ней работал. Кстати, на неё меня вдохновила пятая симфония Шостаковича, там один весь кусочек, вот. Я когда слушал её, мне что-то в душу запало, а потом как-то он у меня переработался в голове, вот. И я кое-какую кусок оттуда, можно сказать. Не плагиат, а просто сама идея, сама структура мелодии оттуда. Здорово. То есть какой-то музыкальный рисунок, да? Да, скорее даже сама оркестровая палитра. Я потом сделал клавир, и на основании этого у меня потом родилась просто в голове совсем другая мелодия, но структуру её похожа. Клавир – это что такое? Клавир – это когда симфоническая партитура перекладывается для рояля. То есть адаптация, да, происходит? Да, потому что, например, в симфоническом оркестре очень много голосов, и чтобы их сыграть одновременно, нужен клавир. Соответственно, аранжировщик, либо сам композитор, когда сочиняет, он пишет и партитуру, и клавир, чтобы это можно сыграть на рояле, либо для двух роялей. В твоём случае это сейчас один рояль, на котором ты играешь, правильно? Да, в моём случае этот альбом будет из восьми треков, которые полностью соло для фортепиано. А как ты решился на такую большую эпопею? Всё-таки восемь авторских треков – это достаточно серьёзно для музыканта. Решение созревало где-то около года, потому что клип «Примавэра» вышел год назад. Это был 16 октября, кстати, я его снял, 2017 года. Потом, когда его увидели, скажем так, нужные люди, мне посоветовали, что неплохо бы тебе ещё кое-что сочинить, и тогда можно будет уже альбом записать. Но кое-что переросло уже в десятки композиций, потому что это всё очень пошло так быстро, на вдохновении. Я выбрал восемь, которые пойдут для дебютного альбома. У нас сегодня есть возможность посмотреть этот клип, правильно? Который будет как раз входить. Который уже готов, да. Здорово, давайте это сделаем. Который уже готов, да. Который уже готов, да. Который уже готов, да. Который уже готов, да. Замечательный клип, поздравляю тебя с этим. Расскажи, пожалуйста, как проходил процесс съёмок, сильно ли он отличается от того, как ты видел изначально себе музыку? Процесс съёмок практически не отличается. Мы потратили около шести часов. Снимали его в моём музыкальном театре, где я работаю. Хотя всё музыки на четыре минуты, а снимали шесть часов. Ну, процесс был довольно весёлый. Мы набрали еды, потому что это очень всё-таки энергозатратная вещь. Снимали уже ближе к ночи. Поэтому пришлось сделать много дублей, много раз повторять. То есть мы прям настоящая работа. Настоящими актёрами себя почувствовали? Да, почувствовали себя актёром. Я и балерина наша. Презентация твоего альбома состоялась в четверг. Расскажи, как прошло, что было запланировано в мероприятии? Да, было запланировано мероприятие по поводу как раз презентации альбома. Но так как он ещё в стадии записи, я просто сыграл все восемь треков из этого альбома. То есть первая премьера состоялась на родине? Да, первая премьера состоялась на родине. Отлично. Очень рада за тебя и за наших слушателей. Ты же начинал с кавер-композиции, правильно я помню? Да, в моей жизни было кавер-творчество. Были кавер-группы, и не одна. Сложно ли перейти от кавер-формата, когда ты должен построиться под чужое исполнение, строить какие-то свои новые ритмы, к авторскому уже творчеству, когда у тебя, по сути, полный простор фантазии с одной стороны, но с другой стороны и как бы безграничное множество? Как себя определить, направить? Ну я скажу так, так как композицией я всё-таки занимался довольно давно, ещё когда учился, просто потом я это оставил, потому что это не было не востребовано, прежде всего, для меня, для моей души. Я к этому не обращался. А потом, когда кавер-группу сменил на авторское творчество, то переход прошёл безболезненный. Хотя это довольно непросто, потому что это разные жанры совершенно. То есть кавер – это тебе нужно из готового материала уже что-то своять, но кавер-творчество тоже есть творчество. Извините за тавтологию, потому что ты же тоже свой взгляд добавляешь. А здесь творчество 100%, потому что ты каждую ноту придумываешь, и за неё борешься уже сам. Сложно ли найти тему для новых композиций? Тему находить сложно, да. Потому что есть же такая фраза, что всё уже сочинено, всё уже придумано, нот всего 12. Поэтому это непросто. Но я для себя решил, что не ждать никакого вдохновения, а себя просто заставлять, как спортсмен, который нужно тренироваться перед стартом. Как ты тогда выстраиваешь свой рабочий день? То есть по часам ты заставляешь себя работать за пианино? Иногда по часам, да. То есть я занимаюсь подметроном, даже секундомером, ставлю себе таймер, чтобы в нужное время отдыхать. Потому что когда ты входишь в некий раж, часа на два без остановки, это потом может замылиться уже сознание. Поэтому я себе сознательно говорю, сколько мне позаниматься, сколько отдохнуть. Замутится сознание твоё или соседей? Замутится моё сознание, потому что если я занимаюсь дома, то это я занимаюсь на цифровом фортепиано, где я звук прикручиваю, так как мне удобно, чтобы соседей не травмировать. А если я занимаюсь в других местах, то там соседей нет. Поэтому я лишь исключительно чётко распределяю время для себя. Что обычно ложится в основу тем? Что тебя вдохновляет больше всего? Вдохновляет разные жизненные ситуации, поездки, встречи, люди, какие-то вещи, которые происходят, даже иногда трагические. С текстом песни это понятно, да? Ты там обвлекаешь в конкретные слова. Как это выражается в музыке? Что должно произойти? Должен произойти некий целый ряд событий, которые потом аккумулируются в голове и в душе. Потом должно обязательно пройти какое-то время, в большинстве случаев. Иногда бывает сразу. Ты на что-то отреагировал, сочинил, но это крайне редко. В основном это проходит какое-то количество времени. У тебя это внутри всё переваривается, переваривается. И потом в нужный момент просто выливается на рояль, потому что бывают даже порой такие смешные вещи. Я с кем-то разговариваю по телефону, держу телефон в правой руке, а левая рука у меня на рояле. Я вот, наверное, просто что-то перебираю, потом говорю, слушай, я тебе перезвоню, потому что у меня мелодия пошла. Я быстро переключаю в режим диктофона, записываю на тетрадь, и дальше уже... То есть это невозможно предугадать, когда придёт. То есть уже такое натренированное сознание должно быть. Да, сознание должно быть натренированное. Поэтому вот ему нужно хорошо работать, хорошо отдыхать, как спортсмен. Чем ты вдохновляешься? Кого слушаешь в основном? Зарубежная, русская, классику, современников? Вдохновляюсь классикой, так как люблю её безмерно. Русская музыка. Считаю её вообще самой великой музыкой. Импрессионисты. Также слушаю и рок-музыку иногда. Все стили. Фламенко почему бы и нет. Джаз, естественно. Потому что некоторые джазовые элементы я пытаюсь вкраивать, но крайне редко, потому что всё-таки джазовая музыка это немножко не наш профиль. По крайней мере сейчас. Потому что от джаза я всё-таки отошёл. А с чем можно сравнить твоё музыкальное направление? К чему ближе? Как ты сам его для себя характеризуешь? Если какой-то один жанр, то классической музыки. То есть ты стараешься так в вечность идти? Да. Стараюсь сочинять в вечность. У тебя намечается ряд поездок с новым альбомом. Куда отправишься? Да, намечается поездка в три города. Это будет в январе 2019 года. То есть Новый год я уже встречу в самолёте, потому что 2-го числа у меня концерт в Новосибирске, 4-го числа в Санкт-Петербурге, а в 5-м в столице в Москве. Здорово. То есть это отдельный зал, и ты будешь местным исполнителем, или это какая-то подборка? Это будет совместный концерт с британским пианистом Дэвидом Хикиным. Который тоже пишет, сочиняет и снимает клипы. Он прилетит к нам в Россию, и одно отделение будет играть он, второе я, и мы дадим три концерта подряд вместе. Здорово. У вас была возможность как-то пообщаться, порепетировать? Или на таком уровне уже достаточно просто увидеть другую? Нет, мы будем играть отдельно, ведь первое отделение будет играть он и второе я, поэтому репетировать нам совместно не нужно. А пообщаться мы при встрече поговорим, потому что я бы с удовольствием с ответным визитом приехал в Лондон, из Англии, дал бы концерт. Очень рада тебя, спасибо, что пришел к нам в студию, спасибо за интересную беседу. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был пианист Андрей Синецкий. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова